В июне 41-го года Нине Захаровой в девичестве Курбатской было всего 15. Когда началась бомбежка, подумали, что учение. Но оказалась война. Начались военные будни в эвакуации. Нас к Днепру привезли и ночью переправили на другую сторону. Там уже нас ждали гнать скот. Ночью только, потому что бомбили все время. В тылу молодая девушка работала комбайнером. Сама ремонтировала технику. А потом был фронт. Нас мобилизовали в армию. Не спрашивали, кому сколько лет. Мне было 17 лет. Попали мы в армию инженерно-саперная часть. Нас отвезли дальше от Сталинграда, когда там бойня была. Научили нас стрелять. Белоруссия, Польша, Украина, Сталинград. Нина Антоновна считает себя очень везучей. За всю войну ни одного ранения. Известие о победе получила в Германии. Захарова принимала участие в штурме Берлина. Тогда там творилось что-то невероятное. Все прыгали, кричали, стреляли, однимались. В Дентроград Нина Антоновна приехала вместе с мужем и сыном в 1958 году. 17 лет проработала в Няре. Семья у Нины Антоновны большая. Дети, внуки, правнуки. День Победы уже много лет. Главный семейный праздник. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок. Наше время. День Победы уже много лет.